Добро на юге России 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 последних тенденций в сфере информационной безопасности в госструктурах. В станице Грушевской открыли складской комплекс французской компании «Фэм Лоджистик» площадью 36 тысяч квадратных метров. Вместимость до 50 тысяч палета мест единовременного хранения. Проект входит в губернаторскую сотню. 2,5 миллиарда инвестиционных рублей направили на строительство здания, оснащение и оборудование склада наивысшей категории А. Основные клиенты компании «Фэм Лоджистик» – производители и дистрибьюторы товаров личной гигиены, бытовой химии и электроники. Развитие логистической инфраструктуры способствует развитию и интернет-торговли, и является зоной притяжения крупных компаний, торговых, в том числе международных, которые всю свою логистику развивают из нашего региона. Поэтому абсолютно точно можно сказать, что развитие таких комплексов имеет важное значение не только для Ростовской области, но и для всего юга России. Мы верим в то, что это динамичный регион, в то, что у него есть большой потенциал. Когда мы смотрим, как у вас развивается сельскохозяйственная инфраструктура, как развивается розничная торговля. Этот складской комплекс уникальный в том числе и по скорости возведения. Чуть больше года прошло с момента подписания соглашения о строительстве между донским губернатором и директором компании на Петербургском международном экономическом форуме. И место выбрали стратегическое рядом с аэропортом Платов, что позволит работать на крупные международные компании. При строительстве комплекса использовались только высококачественные материалы, соответствующие мировым экологическим стандартам. Также специалисты отмечают высокий уровень безопасности. Многие системы дублируются многократно, в том числе и спринклерное пожаротушение, системы холодоснабжения, теплоснабжения, электроэнергия. Везде стоят либо генераторы, либо дополнительные источники питания, которые обеспечивают бесперебойность работы. Как рассказал директор компании «ФМ-Ложистик» Кристоф Минивар, сейчас ведутся переговоры с 15 потенциальными клиентами. Старт операции будет дан уже в середине декабря. Субтитры создавал DimaTorzok